Всем привет! Вы на канале Компьютерная Технология. Сегодня у меня в обзоре ноутбук от фирмы Lenovo. Бюджетная моделька. Моделька, можно сказать, для учебы, офис, интернет, социальной сети. В принципе, пойдет. Если все правильно сделать, правильно настроить. Lenovo E-DiPad версия 100, а точнее, Тирея 15 E, B и Y. Изначально ноутбук поставлялся с завода, можно с фабрики без Windows, то есть на DOS установленный. Непростенькая матрица, но самая интересная она TN Plus Film и еще и от Samsung. То есть качество матрицы на высоте даже для такого бюджетного ноутбука. Делаю все минимально, то есть минимум два разъема USB. Один из них 2.0, второй 3.0, даже есть HDMI. Понятно, у нас это все дело построено еще на таком бюджетном внутреннем железе. Точнее, это Celeron N2840, два ядра по 2,16 ГГц. И при этом он автоматически увеличится, типа, турбо режим до 2,58. И третьего кэша, это, понятно, Celeron этот не имеет. Умеет всего лишь 1 МБ второго кэша, построенного на 22-м техпроцессе. Дело в том, что когда-то я снимал похожий ноутбук или новая версия 110-я. Там процессор уже был на 14-м нанометровом техпроцессе. N3060, также Celeron, но у него базовая частота была 1,6 ГГц. В турбо режиме оно где-то до 2,4 вроде бы разгонялось, типа, такого плана. Также он еще из завода с фабрики с винчестером 500 ГБ. Ну, предустановлена была Windows 8. И нюанс этого ноутбука, то, что на плате было распаяно только 2 ГБ оперативной памяти. И без возможности добавления отдельной платы памяти. То ноутбук был, конечно, очень печальный. И до сих пор сейчас люди, можно сказать, страдают на нем. Если этот процессор более старее в этом ноутбуке, тут есть плюс то, что есть отдельный слот под оперативную память. Изначально стоит 4 ГБ оперативной памяти. Она не 1600 МГц, потому что процессор поддерживает только 1333. Но у вас есть возможность обгрейдить эту память до 8 ГБ. Видеокарта при этом где-то около 250 МБ съедает оперативной памяти. В принципе, даже 4 ГБ лучше при таком процессоре. И в данном случае SSD-ху поставил. Винчестера как бы давно уже не работает. Поэтому, по крайней мере, он пришел мне без винчестера. SSD-шка небольшая. Но это большой плюс, можно сказать, по сравнению с тем ноутбуком, который работает на винчестере. Это, можно сказать, максимальный обгрейд для данных ноутбуков. Это добавить оперативной памяти. Поменять винчестер на SSD-ху. Кроме этого, на заглушенный слот под DVD-привод, Вы можете купить карман и старый винчестер, если есть, установить в тот же карман. Там есть разъем для подключения этого кармана. И купить простенькую SSD-шку, недорогую, в районе 30, в районе 20 долларов. На 128 ГБ вполне хватит для системы и программ. Остальное, какие-то фильмы, какая-то музыка, Вы можете ее ставить на старом винчестере через этот карман. То есть, при этом неплохой такой сделать обреги. Итак, много текста, конечно. Но нюанс в том, что здесь, по идее, должен был блютус версии 4.0. И его где-то здесь нет. И, возможно, плата без блютуса. А, возможно, кто-то еще меняет блютус вытащил. Есть ранение, понятно, этих всех ноутбуков. Петли в этой части ломаются. Возможно, что-то можно придумать сюда так. Заделать, конечно, это делом. Красивенькую. Легкую крышечку до стекла. Поломанную. И эту часть вырезать и приклеить. Залушить вот этот разъемчик. Итак, у нас такой матовый пластиковый корпус. Тоненький, можно сказать, ультрабук, леново. Логотип. Задней части у нас ничего нету, в принципе. Потому что под речком внутри. С левой части у нас. У нас подключение блока питания. 20-вольтовый. 45-ваттный блок питания. Затем есть HDMI. Дело в том, что HDMI, по идее, видеоядро, которое встроено в этом пселлероне, но типа не поддерживает. Ну, здесь подставили. Это Ethernet геобитный. Еще даже по старинке не защелкать. То есть, их экономили тоже, можно сказать. USB 3.0. Ну, куда уже без него. USB 2.0. Аудиоразъем. 3.5 джек. Вот уже гарнитуру. И кнопочку для сброса recovery софта заводского. Спереди мы видим вот такую тему. Здесь у нас три индикатора. Еле видно, практически незаметно. И внизу картридер. Кроме этого. Эти индикаторы у нас. Первый включение ноутбука. Второй заряд батареи. Третий включение капс лока. Дальше у меня ничего нету. С правой стороны у нас заглушка под DVD-привод. И также противоугоночка. Все. Просто дешево и сердито. На этой части тут все тоже простенько и дешево и сердито. Здесь, короче, сделана решеточка под вентиляцию. За ним видно такой, еле-еле видно там радиатор. Который реально процессор у нас 7 Вт. И, в принципе, этого радиатора хватает. То есть, у нас здесь установлена вот такая платка. Как в планшете, грубо говоря, 10-дюймового. И вот это все работает. То, что я говорил, что эти ноутбуки, это типа ноутбук внутри планшет. Ну, типа так у меня ассоциируется такая тема. Есть винты. Кстати, чтобы снять, разбрать ноутбук. Крышку снять. Надо скрутить вот эти все винты. Кроме этого. Раз, два, три. Три винта, которые держат клавиатуру. По клавиатуре есть дополнительные винты. Я дальше вам покажу эти винты. Что нужно раскрутить обязательно эти винты, чтобы снять клавиатуру. В этой клавиатуре есть еще тоненькие винты, которые держат еще крышку дополнительно. То есть, ломать не нужно. Кроме этого, когда мы изнутри под клавиатурой снимаем привод, вытягиваем. Под приводом есть два небольших винта с большими шляпками. Их тоже нужно открутить. Можно поломать. Не заметить, поломать корпус. Четыре резиновые ножки. Хорошие, такие крепенькие. Ну, в принципе, тоже матовый корпус. Итак, тут у нас Lenovo eDiPad 100-15 и IBY. Также модель NAME 80MJ, входящая на 20 вольт и 25 ампера. Есть хештег. Можно сканировать дату изготовления 15-12.04. То есть, 15-й год, 12-е число, 4-й месяц. Чино, серийный номер. По поводу зарядки. Зарядка у нас вот такая уже идет. Вот такая с завода, как уже модно было сделать для дешевых. Ну, что, то есть, 45-ваттная зарядка. Моделька NAME Linovica PPA-1450-55EU. Входящий у нас 100 на 240 вольт, 1,7 ампера. 50-60 Герц, выходящий 20 на 2,25 плюс внутри. Такой кубик-рубик. С одной стороны это классно, с другой стороны, если у вас, например, где-то переноска вот эта стоит, так неудобно. Я думаю, сейчас буду так подключать ее в другом месте. Будет такая балаба торчать, тоже неудобно. Ну, как-то мне нравится. Провод такой жестковатый, без ферритового кольца. Ну, в принципе, вот такой тонкий, тонкое дело. Сейчас я это все дело отключу. То есть, нам нужно будет подключить это все дело, дозарядить. Потому что я специально разрядил аккумулятор полностью. Для того, чтобы увидеть, может, его нужно отбалансировать, потому что он непонятно, там вроде 9% износа. Так, крышка открывается, скорее всего, на 45 градусов. Больше не открывается. У нас глянцевая матрица Samsung. Раз, два, три, четыре, пять, шесть резиновых прокладочек. Камера с индикацией работы. Такая маленькая, там, 0,3 пикселя, наверное, камера. Микрофона, заметим, его здесь нету. Он внизу, как Lenovo придумала. Внизу также есть надпись Lenovo. Даже не еле видно. И тут еле-еле видно сотая модель. Сотая, короче. Типа, 15,6 матрица. С зеленым таким оттенком. В нижней части мы смотрим все это дело. Кнопка включения. Тут решеточка, типа, сделана такая. Экзотический. И по центру у нас вот этот динамик один. Монодинамик, который работает одновременно на два канала. То есть вы можете выбирать левое и правое. И все равно он будет играть моно. То есть вот это уже бюджетность уже пошла. Клавиатуру тут открывали. Корни нужно, наверное, сделать. Большая полноформатная клавиатура. Отдельная калькуляторная клавиатура работает. Изначально мультимедийные клавиши включены. Биоси их можно, кстати, переставить. Внизу вот здесь микрофон. Который можно иногда, когда играешь в игрушку. Ну, хотя уже немного сделали левее. Потому что раньше, как-то, ну, где-то ближе сюда, то полностью закрывалось. Ну, сейчас сделали так. Тачпад. Простенький. Все сливается. Тачпад в одну типности. Intel Insight. Значок. Гленовый идиопад. 100 идиопад. Идиопад вот был в 110 с этой стороны. С этой сделайся от HD 1366 на 768. USB 3.0. Ванк и рековери. То есть, вот эта кнопочка, что можно на рековери рубить. Но если это все правильный софт поставить, настройте, как положено. Так. Пробежимся по мультимедийным клавишам. В принципе, тут Машу рассказывать. В принципе, через FN можно. Давайте так, не будем через FN. Будет F1. Это у нас включение громкости. F2 меньше громкости. F3 больше громкости. F4 отключение. Скорее всего, какой-то кресик. Возможно, это выход. F5 это типа перезагрузка. Возможно, какая-то F6 это у нас отключение тачпада. F7 режим самолета. F8 тоже интересный клавишам. F9 у нас отключение экрана. F10 переключение на внешний экран. F11 у нас меньше яркости. F12 больше яркости. Дальше у нас SUSE, Break, Screen Lock, Num Lock. Num Lock вот в этой части. Это уключение вот этой клавиатуры. Заметим, есть дополнительные у нас кнопки деления и умножения. То есть, как-то интересно добавили. Все. FN у нас после контрола. Все, как положено. Итак, для того, чтобы разобрать данный ноутбук, он, похоже, практически так же само разбирается, как 110 модель. Ну, возможно, я что-то в 100. То есть, 110 не рассказал. То есть, сейчас расскажу в 100. Немного отличается, конечно, упрощенный вариант 100. Во-первых, то, что у нас просто, я уже говорил, что более старый. Но при этом у него частота номинальная и максимальная выше, чем в ноутбук 110 варианта. Что нужно сделать? Во-первых, нужно открутить, снять клавиатуру. Чтобы снять клавиатуру, нужно с другой стороны открутить винты, которые маркируются под клавиатуру. Там три винта, которые держат саму клавиатуру. Дальше нужно аккуратненько подковырять клавиатуру с этой стороны, боков, и поднимаем. Тут у нас шлейф. И под шлейфом есть другие винты. Вот M2-X6L. Все одинаковые. И эти винтики все так же откручиваем. Кроме этого, откручиваем сам заглушку под привод. В будущем можно, конечно, это все сделать в карман, для того, чтобы там поставить, например, винт. Если вы хотите поменять, поставите сюда SSD-шечку. Покупаете сюда карманчик под винчестер. Ставите сюда винчестер. И, возможно, если там есть разъем, то можете подключить винчестер сам внутри. Здесь, в принципе, можно отключить тачпад и отключить саму клавиатуру. Для того, чтобы добраться до нижней внутренней части, нужно обязательно раскрутить эти внутренние винты. Дальше мы это все дело закрываем. Пока в заглушку ставим. И переворачиваем. Дальше. Видим вот эти все винтики. То, что я сказал, вот раз, два, три винта, которые держат саму клавиатуру. Так что, если вы не открутите вот эти темы, то, с другой стороны, возможно, вы сломаете клавиатуру. Нужно аккуратно. Кстати, под приводом есть два больших таких вот винта. Плоских. Вот так вот. Потом мы аккуратненько такую штучку поддеваем. Она там на защелочках идет. Возможно, сразу. Но это я уже просто разобрал. Я так показывал. В принципе. Аккуратненько поддеваем, поддеваем, поддеваем. Защелочка должна отщелкнуться. Аккуратненько. Вот снизу такая крышка. Как бы универсальная для всех этих моделей. В принципе. Куча винтов. Можно вот тут решеточку сделать. Типа такого плана. Да. В принципе, можете вот через карман. Вот тут подключить сам переходник. Старый винчестер переставить сюда. Вот этот отсек. И при этом у вас будет. Покупаете сюда минимум 128 гигабайт. SSD. А остальное 500. Если тут ушла 500 завода. Поставите сюда. Себе в карманчик. И будет вам файл помойка. То есть вы можете хранить информацию. Что мы видим внутри. Это то, что я говорил. Планшет внутри. То есть плюс данной модели. То, что тут есть отдельно распаянный слот. Так как было в 110 модели. Там было просто распаянные 4 чипа вроде бы. И в общем 2 гигабайта. И не было самого разъема под дополнительную оперативную память. Возможно я не помню. Там было распайка. Возможно было бы в слот как-то впаять. Но вот такого вроде бы там. Я не помню. Но возможности про бредит там нет. И вот в это все упирается. То есть за счет того, что здесь 4 гигабайта вот этой оперативной памяти. И более процессор номинальная частота. И максимальная в турбо режиме выше. Этот ноутбук плюс SSD-шка за раз стоит. Ну хоть и маленький. Но все лучше чем просто винчестер. И скорость работы реально у этого ноутбука выше. Хотя есть вот это. Я заметил у клиента то, что в этом ноутбуке установлена восьмерка была из завода. Прогрейдилась она до десяточки тогда. И на винчестере вот когда смотришь фильмы, видно нагревается сам процессор. А тут у нас вот нагрев вот такой вот тебе охлад. Все. Радиатор минимальный. Снимал я как тоже модель еще на Pentium 4-х ядерном. Тоже на такой теме. Но там хоть охлад был побольше. И как бы про ту модельку много кто писал. И хотели пробегать и делать лучше. Но там реально все упиралось в оперативную память. И с SD-х больше там ничего не можно было сделать. В принципе здесь такая же самая история. В этой модельке походу нету блютуса. Ну по крайней мере я нигде не нашел в Нью-Биосе. Включение его они в диспетчере устройств. То есть Soto самая минимальная такая дешевая моделька. Аккумулятор вот тут видно скорее всего раз, два, три баночки. Скорее всего установлены. И этих три баночки в принципе хватает. Реально если аккумулятор не убит. И с процессором у нас на 7 Вт. По сравнению с более новым техпроцессором на 122 нм. Техпроцесс 7 Вт процессор двухъядерный Celeron. Более новей 110 модели там идет уже 6 Вт. Там 14 нм техпроцесс. По идее мало бы это все дело быстрее работает. Графика тут от Atom еще. То есть тот же самый планшет. Графика в принципе там пиксельный текстовое заполнение в районе 3000. То в принципе для офисной работы ее вполне хватает. Поддержка Dirk X11. Я думаю Full HD видео должно тянуть. Хотя эта графика не предназначена для HDMI. У нас вот тут есть HDMI. Ну как-то так вот сделали. Читал я по крайней мере на сайте Intel. С звуком тут вообще интересная тема. То есть у нас звук вот подключается как бы стерео. Но у нас не стерео. У нас один динамик по центру. И он запитан как бы на два канала. То есть выходит что мы что-либо что левый нажмем. Что левый что правый. Все время будет играть в вас этот динамик. Ну выходит типа как моно звук. Моно динамик. Вот такая ситуация. Все в принципе в плате. Тут батареечка биоса большая. Стандартная. Карт-ридер. Вывод на питание. Контроллер питания скорее всего. Так вот это что-то я не могу понять что-то такое. А, кнопка включения самого ноутбука. Тачпад здесь под этим делом. Кстати, если это все дело раскручено. Кнопочки с другой стороны не будут нормально работать. Потому что левая нормально кладется и правая ненормальная. Платка вот-вот. Вот реального планшета 10-дюймового платка. Плюс батарейка вам плоская. И вот будет вам планшет. Ну, единственное, что память там будет распаяна в планшете и все. Здесь оно отдельным слотом. То есть сюда можно добавить у нас низковольтовые DDR3 1333 МГц. Процессор наш поддерживает максимум 1333. И поддерживает, понятно, в одноканальном режиме. И максимум можно поставить планку на 8 ГБ. Да. То есть уже 4 завода постоит. Еще можно поставить. Возможно тут меняли с двойки на 4. Точно не знаю. Ноутбук мне так достался уже в таком состоянии. То есть вот так он типа как бы и работает. Так что так. Будем собирать это все дело. Показывать, что дальше, как оно происходит. В принципе винты скручиваем все обратно. Все красивенько. Все работает. Единственное, с батарейкой нюансик. Ну, держала долго. Где-то, я думаю, часа два точно держала. В принципе, на максимальной яркости экрана. Грузила ее там. Тестировала систему туда-сюда. Изначально она где-то около 4 часов показывала. Потом резко где-то там оставалось где-то нормальных там 40%. Потом резко раз и вот 10%. Возможно, ее надо откалибровать. И он будет все, в принципе, нормально шурупать. Ну, будем видно. Будет видите. Все. Пока. Так, собираем. Все обратно. Складываем красивенько. Защелкнем. Пока с этой связистикой. Ну, он будет как рабочая офисная машинка. Скручиваем все венты по кругу и, в принципе, собираем. Моделька у нас Lenovo и Diapod 100-15. E-Bi-Y 20 вольт. Зарядник вообще. Вообще, чутенький зарядник, конечно. Вот, теперь зарядочка. Вот такая. Конечно, она такая здоровенная. Ну, зайдем. Биос через FN 2. 2. Нужно даже зажимать. Так. Все эти самые. Версия биоса. Версия 2.0.7. И Diapod 115-EBi-Y. Серийный номер Lenovo. Intel Celeron N2840. Частота 2.16. 4 байта паритивной памяти. SSD у нас установлено сейчас. Не установлено с завода SSD. Затем по конференции время и дата. Затем USB Legacy. Наблы. Wireless LAN. То есть Wi-Fi. В принципе, должен Bluetooth в этой теме тоже включаться, которого нет. АЧИ у нас есть выбор АЧИ. АБУКОБИЛЬНОКИ. Понятно, для SSD нам только АЧИ. Летей. PowerBit. Подключение, если звук срабатывает. Спикер. Intel Virtual Technology. BIOS Flashback. То есть, что с BIOS? Если мы там что-то себе прошили неправильно, то если включим ЭНАБЛ, то он типа вернется в предыдущий BIOS. Как бы плюс такой Hotkey ЭНАБЛ. То есть, это зараз включено. Мультимедийные клавиши. Если мы в дизабле выбираем, то будет через EFEN все работать. Security. Бот. Legacy. Или бот. Чистую FI. То есть, можно универсально выбрать вариант загрузиться по старинке или по-новому через EFEN. Так. Дальше USB-бот включено. Это нам вот включим. Нам не надо загрузку с сети. Можно выбрать, с чего грузить. SATA или Realtec сетевая. Но в следующий раз, когда мы увидим выход, либо оптимизировать настройки. То есть, сделать по умолчанию, либо не сохраняться. Мы сделаем через F10. Итак, пока это все дело загрузилось. Нужно посмотреть. Вот у нас Intel HD графика. Bay Trail. 22 нанометра. 2013 год. Lenovo. 4 унифицированных шейдера. Тут не покажут Pixel & Pixel заполнение. Но. Драйвер версии 2017 года. Он PGL поддерживает. Direct Compound он PGL поддерживает. Ну, можно тут запустить тест. Ну, все очень медленно, тяжко. Грузится, потому что графика очень слабенькая. Такая, используясь в Atom от процессоров. 11-й DirectX поддерживает. Вот сейчас, в чем плюс 4 гигабайта. Вот 4 гигабайта. Вот 3 980, там вот 20 мегабайт забрало. Ну, грубо говоря, это самая видеокарта. 2 гигабайта занято. При том, что у нас 64-разрядная система. 1800 с копейками свободно. Частота процессора скачет. Вот 1280, 1500. Оттуда-сюда. В общем, пока не грузится это все дело. Целированный N2840, 2 583 типа в турбо-режиме. POS 2016 года. Intel HD графика. Samsung матрица LTN 156AT 39L01 156 LCD. Где-то я тоже уже матрицу видел. Мне кажется, что Lenovo давно использует в своих ноутбуках. Когда-то использовала Samsung Winchester, матрицы Samsung. Ну, типа такого. Звуковой кодек HDMI, Intel Bay Trail, HDMI. Также RealTek L-C233. Контроллер Intel Pentium, Celeron Acid. Такой-сякой. Понятно. RealTek PCI Express Card Reader. Сиди-хо на 8,18 гигабайт. Маленькая. Lenovo аккумулятор. Вот такая емкость. У него небольшая, в принципе. 22,570 милых ватт-час. Пристрою моделька P-ABA S024. 12,30 милых ватт-час. Вот такая модификация. Заряжается 9% износа. Батареечка. Она, по идее, сейчас. Завода, говорят, пишут, что данная батареечка где-то будет держать около 3 часов. 2,580 милямпер-час. Выходит 3 аккумуляторика. Датчики посмотрим. Тут интересно. Температура в районе 40 градусов. На том маленьком радиаторе. 3,580 милых ватт-час. Процессор вот он. 266,4,2. Никакого там шифрирования не поддерживают. 1 мегабайт кэша. 22 нанометра, 7 ватт. Классно. Такой процессор 7 ватт. Уже не надо никаких вентиляторов. В принципе, хватает этого всего. И так, частота. Пойди. 5 ватт. 3,3,5,4,5,7,5. Типа в турбе 105 градусов. Держит. Но это для интелла нормально. Куча инструкций. Все на шине 128 бит. Интересно. Вот. Оперативная память. У нас 4 байта DDR3. 1600. Но работает на 1333 мегерца. То есть, этот вариант можно будет в будущем поменять. Если нужно будет. 1,35, 1,5. То есть, низковольтовый омикрон. Чипсет максимум подержит 1333 мегерца. 8 гигабайт. И буду знать, если что, можно будет поменять. Так. Если будет нужно для какого-то другого ноутбука. Я уже догадываюсь. Возможно, будет и нужно. Так. Дисплей. Графический процессор. Посмотрим. Получит. Тут есть также режимы работы графического процессора. Ну, вот. 2,480. Ну, вот. Примерно, где-то около 3000. Ну, заражив 620. Частота. Ну, там прыгает. Возможно, будет больше. То, возьмем. Ипу-шку запустим еще. В принципе, на SSD-шке ноутбук еще так более-менее. О, 3000. Вот то, что я говорил, в принципе. 3000 работает. На максимальной частоте 760. И графический ядрок. Ну, это так. Для офиса вполне хватабельно. Можно сказать. Так. Давайте шибу. Посмотрим чтение. Запустим тест Ютуба. И на этом закончим, в принципе. Потому что тут, в принципе, больше игрушек какие-то. Я думаю, старенькие поиграете, конечно, на этом ноутбуке. У нас Dual DDR3 1333. Вот как оно работает 128 бит. Меня сам удивляется на частота 7800. То есть, 7854 бит в секунду. Запись где-то так, я думаю, будет. Да, как-то двухканальный режим. Девятый металлитом и работает неплохо. 3000. Ну, такие себе результаты. Ну, понятно, это для такого процессора в нормах. Хотя, новые компьютеры, новые, более дороже, на райзене, работает при 15 ватт с такими частотами, что просто нереально. Ну, там, понятно, двухканальный режим. Кроме частоты и скорость работы памяти совсем другая. Совсем другой. Эти процессы, технологии. В общем, все по-интересному. Я вот не помню, чем в том ноутбуке более новее я там работал. Такой двухканальный режим на 2 гигабайта. Распаянной памяти. 95 наномсекунд. ЦПУ Квин. В районе 10 тысяч. Вот нормальный результат для офисной машины. 10 тысяч баллов вполне хватает для работы. Так, давайте попробуем. Сделаем так. Сейчас я включу YouTube. Посмотрим температуру, что там у нас на районе так и 40 градусов YouTube работает. Откроем Viber, чтобы не мешал. Откроем. Вот. Мой обзор на мобильные телефоны. Всем привет. Вы на канале компьютерного технология. Я надеюсь, как оно там. Да, вон отек. Вот с UHD, по-инципе, их крутится. Звуком проблемы не ма. Чуть поддёрнуется. Матрица и размер самого экрана 16 на 9. Huawei D. Так, это при том, что пока погружается у нас YouTube. Давайте возьмём 1400 попробуем. Ну, не рассчитано это однозначно. Ну, не рассчитано это. Это LCD IPS по формату 18 на 9. Можно так подивитись. Температура на куберцессоре. Приконка будет ширше, чем у Samsung. Samsung, например, Huawei приблизно десь на 1,5 сантиметра. Процессор максимум крутится. Ну, не рассчитано больше, чем на Full HD. Даже с Full HD толком у нас не работает. ну звук конечно не активного динамика что хотеть конечно такой как на телефоне можно сказать и при том что 720 что-то там крутит сделаем вожди заикается моментом и заикается в принципе качество картинки неплохое как для тайн матрицы и конечно не цветание небольшие яркость не хватает даже на стандартном трайвере мне кажется даже было выше громкости в принципе хватает если сильно громко не будем это единственное что когда выходишь с этого все дела конечно картинка думает потому что процессор загружен реально под саму завязку на таком качестве так что желательно выключать его где-то на 720 чтобы разгрузить чуть процессор как бы он реально не проседает практически ну практически все всем спасибо за просмотр ставим лайк и подписывайся на канал это был дешевый бюджетный планшет в корпусе ноутбука в принципе для учебе таких несложных задач хватит но при этом нужно восстановить тогда обязательную ssd ну и памяти побольше оперативную все всем пока подписывайся на мою группу компьютерной технологии компьютер технологии в фейсбуке на телеграм-канал которые ссылочка на моем канале также можете заходить на drive2ru посмотреть про мой автомобиль диагностику и все такое делал там некоторые вещи до новых встреч